Марк, а я по-другому бы сформулировал вопрос. Не что он объявит, потому что витиеватость его монологов, мы помним его рассказы про то, как Украину придумал Ленин и так далее, пусть он эти сказки оставляет себе, Кабаевой и другим, кто еще хочет его слушать. Меня больше интересует, после выступления 21 числа на фронтах в Украине ситуация останется той же напряженной, эскалируется или будет некий откат. Нет, она останется такой же напряженной однозначно, потому что, вы знаете, здесь же вопрос, началось ли это то самое пресловутое наступление, о котором так много говорили, прогнозировали, 10-дневный срок давали до масштабного какого-то начала второй фазы. Для Москвы это вторая фаза. Первая была 24 февраля, теперь вторая крупномасштабное наступление по нескольким направлениям на фронтах, вплоть до новых направлений и так далее. Но вот вы понимаете, анализ показывает, что так оно и есть. Что вот это все, что происходит, и есть, собственно, попытка наступления. Мы-то ждали чего-то схожего с тем, что было 24 февраля прошлого года, а оказалось это все, знаете, больше похожим на то, что происходило в последние месяцы под Солидаром и Бахмутом. Вот это и есть все, на что способна сейчас мобилизованная, я подчеркиваю, армия. Вот кто-то скажет, ну, а это же мобилизанты, они еще не подготовлены, а хорошо, а вот сильно подготовленные контрактники с Тихоокеанского флота морской пехоты. Они многим лучше, если вот с ним происходит то, что происходит прямо на камеру. Многим лучше. Поэтому вопрос в масштабе, в количестве, да, может ли он поразить наше воображение, что вот двинутся там ордища. Так они и так двигаются. На Бахмутском направлении тяжелейшая обстановка. На Красная гора, там, и так далее. То есть, это все те самые орды мобилизованных, которые, собственно, и вовлечены в войну. Обычные обыватели еще вчерашние, которые там переподготовленные, там, слаженные и так далее. Это все, что они могут продемонстрировать. Кто сказал, что они за один день дойдут до Киева от Сумы или Чернигово. Ну, вот в такое кто-нибудь верит. Мы все-таки должны оставаться на позициях реализма. То есть, не искать вот какой-то тайный ресурс, резерв, который есть у Москвы, который она вот настолько не задействовала. И вот сейчас рванет, и все. Я склонен думать, что вот все, что они делают, да, может интенсифицироваться по масштабу и по характеру действий. То есть, сильнее обстрелить, сильнее наступать. Наступали там 10 раз в день на отдельном участке, будут наступать 20 раз в день. Но сказать, что появится что-то новое, такое судьбоносное, нет. Об этом свидетельствуют и западные эксперты. Я вот не беру на себя роль военного эксперта. Я, скорее, политический анализ делаю. Но ведь и они говорят о том, что вы понимаете, что территория просвечена до пяти копеек на земле лежащие разведсредствами, значит, и спутниковыми, и иными, что сгруппировать людей, собрать их и где-то на прорыв пустить тысячи, военнослужащих, вообще невозможно. Их обстреляют, их обложат. Это не отменяет тяжелейших боев и, возможно, даже потери каких-то населенных пунктов Украины. То есть, ну, надо спокойно к этому зависеться. Бахмут может пасть, может пасть. Могут отвезти оттуда войска высов. Могут оттуда отвезти войска высов. Но какого-то наступления, которое приведет за несколько дней к оккупации какого-то кратного большего количества территорий в масштабах следующих 10%, 20% новой территории, я все-таки не ожидаю. Я вот хочу сказать, что, смотрите, я опираюсь всегда на то, что я видел до. То есть, 21 сентября объявлена мобилизация. Причем через неделю-полторы уже первые мобилизованные находились на фронтах. Начали гибнуть. Сначала робко, по чуть-чуть. Знаете, помните, вот много обсуждали айтишника из Райфайзенбанка, который вот, татарская у него фамилия, 33 года. Вот он поехал, осталась дочка. И через неделю хренак-хренак, 6 октября он уже в мешках. Его уже нету. Все, тю-тю. Ну, то есть, и с этого момента, а что, прошло ведь, шутки шутками-то прошло, добрых уже 4 месяца. Поэтому что же, мобилизованные за 4 месяца не могли, и вот этот, как они говорят, 325 тысяч мобилизованные, не смогли показать вообще никакого результата? Ну, показали Солидар. Один город. Ну, не считаем. Ладно, там Херсон они оставили правый берег. Это, так сказать, давнее уже, так сказать, решение было. И не важно, что его реализовывал Суровики. Но, сам факт. А что ещё взять? Какие ещё крупные, такие, серьёзные, хотя Солидар – это 10-тысячный населённый пункт, как расценивать, за что, Киев, что ли, агломерация какая-нибудь? Ну, хорошо, вот они его взяли, да. Ну, Бахмут, допустим, возьмут. А где ещё-то этот результат может быть достигнут? Мне складывается впечатление, что это вот то, что мы наблюдаем, и есть то самое, чего все ожидает, и оно будет продолжаться, пусть даже с увеличивающей интенсивностью. Но не более того. И поэтому, с этой точки зрения, я склонен думать, что его речь, она ничего не изменит. Она просто продолжит оформлять то, что уже и без того было. Вот и всё. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова